Дорогие мои соотечественники! Меня зовут Барлык Мендагазиев. На протяжении 30 лет я занимался бизнесом. Помимо бизнеса я всегда помогал гражданским активистам и семьям политических заключенных. Помогал не только словами. В последние годы я открыто помогал тем, кто попал под жернова Токаево-Назарбаевского режима. Я оплачивал административные штрафы сотням гражданских активистов. Я помогал семьям политических заключенных и оказывал материальную помощь нуждающимся и детским домам. Я участвовал в организации мирных митингов в поддержку политическим заключенным. И вот 6 ноября так называемый Назарбаевский режим вероломно, словно бандиты, словно захватчики, вторглись на территорию независимой и народной компании КСС в моем любимом городе Оксай. Вооруженные сотрудники КНБ, МВД, ДР и ОМОНа в черных масках положили на пол работавших на предприятии мужчин, а женщин силой и угрозами загнали в подвалы в гостинице КСС. После чего с 12 часов дня и до поздней ночи комитетчики допрашивали всех работников предприятия, оказывая физическое и психологическое давление. Тукаевский, Назарбаевский откровенные бандиты заставляли людей давать против меня показания. Комитетчики заставляли оговорить меня и директора КСС Болжана Джусупова и финансового директора Бахле Джентилееву. Продолжая фабриковать улики против меня и пытаясь оказывать на меня давление, комитетчики подкинули наркотики в карман куртки моего брата Бикижана. После чего комитетчики забрали всю оргтехнику, сейфы, документы из офисов и складов, мои личные вещи, вскрыли двери в мою квартиру, провели незаконный обыск. Не объяснив цель обыска, забрали мои семейные видео и личные вещи. Дорогие друзья, я официально заявляю, что ни я, ни мой брат Бикижан никогда не употребляли наркотики. Я не торгую наркотиками, оружием, людьми и родиной. К счастью или не к счастью, я не верю в Бога. Я не создавал никакого ОПГ. Это Назарбаевский, Тукаевский режим сам и есть ОПГ. Я официально заявляю, что компанию «Корчанг Саппорт Сервис», которую я создал еще в 1997 году, а в 2016 году из-за тотальной коррупции в Казахстане, из-за угрозы рейдерского захвата, всю 100% свою долю в этой компании я передал своим работникам. Действия сотрудников КНБ, МВД, ДР и ОМОНа являются преступными, бандитскими. Они оказывали физическое и психологическое давление на ни в чем не повинных людей, работников КСС. Тукаевский, Назарбаевский режим пытается взять в заложники моих коллег, моих друзей, моих родственников, которых я очень сильно люблю. Режим тем самым шантажирует и оказывает давление на клиентов компании КСС. Таким образом, режим хочет добраться до меня, хочет заставить меня отойти от своих принципов и прекратить оказывать помощь гражданским активистам, политическим заключенным, участвовать в организации мирных митингов за сменяемость власти. Дорогие мои соотечественники, дорогие мои друзья, Сегодня я заверяю вас, что не наступлю от своих принципов, которые заложили в меня мои родители. И, как ни странно, это звучит советская школа, не на шаг. Я продолжу помогать гражданским активистам, независимым журналистам, правозащитникам, семьям политических заключенных. Я помогал и буду помогать нашим соотечественникам, которые пытаются изменить Казахстан в лучшую сторону. В сторону открытого гражданского общества, в сторону демократии. Все попытки Токаев-Назарбаевского режима оказать на меня давление бесполезны. Теперь, после бандитских действий режима, после того, как вы, цепные псы режима, комитетчики и полицаи, пытались захватить заложники моих близких и устроили разбойный налет на народную кампанию КСС, я официально заявляю, что вступаю на путь борьбы с преступным Токаево-Назарбаевским режимом Казахстана. Моя борьба не будет идти с оружием в руках, это мирная борьба, мирными цивилизованными методами. Я буду делать все возможное, все от меня зависящее, чтобы этот бандитский режим Назарбаева и Токаева пал, чтобы в Казахстане, наконец, после 30 лет, установилась демократия, верховенство, закона и право. Спасибо вам всем большое! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok